Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Время говорить. Итоги недели». Выдалась она скандально веселой. Одна притча о браконьерстве с участием начальника Росприроднадзора. Чего стоит? Отличились на всю Россию матушку. А еще в памятник Ильичу опять начали въезжать на машинах. Сельсовет за безделье разогнали. Подозрительную пермидальную фирму открыли в Рязани. Некие башкирские деятели. Куриное яйцо дорожает, как на дрожжах. Короче говоря, есть о чем поговорить сегодня. Коротко о главных темах программы. Они стремятся вверх. Продолжается осеннее подражание продуктов. Антимонопольщики не исключают корпоративный сговор. Как говорил Аркадий Райкин, дурит нашего брата. Неужто снова пирамида? В Рязани начал работать филиал весьма сомнительной на взгляд журналистов финансовой компании. Вот так стрельнул. Крупный рязанский чиновник попался на браконьерстве. Теперь он один из самых популярных одиозных персонажей в России. Начнем со скандала недель. Итак, в минувшие выходные сотрудники регионального министерства природопользования и экологии провели рейд по браконьерам. Поймали группу нехороших охотников, которые незаконно завалили лося. А среди преступных стрелков какая неожиданность обнаружился человек весьма начальственного облика. И впрямь оказалось, что в команду браконьеров затесался крупный чиновник, да какой сам руководитель областного управления Росприроднадзора Алексей Григорьев. Вот так у нас чиновный люд за немалую получку из бюджетных денег надзирает за природой. В Клепиковском районе была поймана группа охотников. Люди поохотились удачно. И без каких-либо разрешений. Действительно, к чему формальности, если рядом серьезное начальство, добыли взрослого лося? Была остановлена для досмотра группа охотников, которые передвигались на трех автомобилях УАЗ. При проверке документов в досмотре во всех машинах были обнаружены мешки с мясом. Потом была также обнаружена голова добытого лося. Охотники подтвердили, что ими был добыт лось. Мясо разделали, поделили по числу участников и загрузили в машину. При этом никаких разрешающих документов на охоту, а именно разрешения, без которых от охоты невозможно, у них не было. В составе данной группы присутствовал исполняющий обязанности руководителя управления Росприроднадзора Призанской области Григорьев. Охотники пояснили все, что мы думали, что у него есть разрешение, а оказалось, что у него разрешения нет. Но это такое объяснение детское, конечно, из-за разряда детского. И хотя штрафные санкции за незаконные и неконтролируемые убийства копытных зверушек ударят по браконьерскому карману так, что мало не покажется, ежегодно количество таких, можно сказать, преступлений растет. Если перейти к цифрам, за 9 месяцев 2013 года выявлено уже более 350 случаев нарушения правил охоты. Тогда как за 2012 год всего было 289 случаев нарушения правил охоты. А между тем регулярные рейды выливаются министерству в копеечку. Охота – весьма специфическая отрасль. Много нюансов, затрат. И обходить закон здесь чревато не только штрафными санкциями, но и уголовной ответственностью. Даже для большого начальства. В эту среду рязанский губернатор Олег Ковалев составил письмо прокурору Рязанской же области, в котором попросил взять под личный контроль расследование дела по факту браконьерства в Клепяковском районе. Уж очень резонансным получается скандал. Но раньше прокурора взял на контроль рязанского начальника Росприроднадзора известный телевизионный насмешник Иван Ургант. В своей авторской программе он предложил вообще поместить чинуш под защиту, дескать, тех болезных, то за коррупцию привлекут, то за бюджетное воровство, то за махинации. А ведь все люди и послаще поесть хотят, и покрепче выпить, и взять, что плохо лежит. В общем, смотрим фрагмент программы «Вечерний Ургант». Все накинулись на человека, вот этого человека его зовут Алексей Григорьев. Как он мог, глава Росприроднадзора, прямо на Лося, там бла-бла-бла. Все защищают животное, понимаете? А нас, первоканальных сотрудников, интересует, а кто защитит человека? Для начала давайте посмотрим на этого человека. Алексей Григорьев, пожалуйста. Вот он. Типичная жертва. Вот посмотри. Во-первых, Алексей Григорьев Саш, потомственный чиновник. Это видно и по позе. Сын бывшего главы Клепецкого района Рязанской области. Мог этот человек, Саш, сделать? Посмотри на него. Мог этот человек сделать подобное? Это старая фотография, ему 23 года здесь. Или нет. Не важно, мог или нет. Понимаете? У него нет времени домой сходить. Посмотри, он сидит на рабочем месте. В общем, друзья, Поклеп на Алексея Григорьева стал последней каплей, которая переполнена чашу терпения. И мы решили сделать новую рубрику, в которой мы будем бороться за права чиновников. И собирать веские доказательства их невиновности. И Алексей Григорьев стал символом нашего нового движения, фонд защиты чиновников. Давайте, даже если случилось невозможное, просто мы представим себе, ну невозможное. И действительно, Алексей пристрел лося. То мне, вот я сразу понимаю, что это было старое, беспомощное и глухое животное. Потому что здоровое животное услышало бы шаги Алексея за многие километры. Алексей Неминовин, руки прочь от чиновников. Это вечерний орган, начинаем. Поехали, ребята. Еще одна горячая тема. Осеннее подражание продуктов в этом году задает всем перцу, яйцо, куриное. Цена на этот популярнейший продукт, как всем нам, увы, известно, взлетела в заоблачную ввысь. Стало известно, что, наконец-то, Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась резким повышением цен на популярнейший в народе продукт. Антимонопольщики начали проверку в Ставропольском крае, а также в Липецкой и Ульяновской областях. Так, расследование должно показать, за счет чего произошел рост. Никаких обвинений производителям пока не выдвинуто, но руководство ФАС не исключает, что увеличение цен могло стать следствием сговора на рынке. Вот уж чего и мы, простые жители, не исключаем, так это сговора. Насмотрелись уже всяких этаких ценовых вспышек в досталь. В качестве возможных причин такого роста цен отраслевики называют и подорожание комбикормов для скота, и дефицит молочного сырья, и возможный сговор среди розничных продавцов в ряде регионов. Эксперты давно говорят, что подорожание продуктов сказывается прежде всего на бедных. Богачи не обращают внимания на ценники, соответственно товары, предназначенные преимущества для них, не испытывают провала по потреблению. Бедняк же склонен отказываться от целых категорий товаров вообще. Тут срабатывает закон спроса и предложения. Резкий рост спроса потребителей приводит опять же к росту цен. Грустно то, что ситуация бедняков напоминает замкнутый круг. И отказ от товара, и переход на другой означают рост цены в обоих случаях. Вот так и живем. На этой неделе руководитель Рязанского управления Федеральной антимонопольной службы Владимир Луканцов подтвердил региональное управление ведомства. Начало исследование яичной проблемы. В нашем регионе тоже проходят проверки. Будем проводить эту работу. Сроки нам поставлены очень сжатые. До конца ноября, 27-го мы должны отчитаться. До этого времени мы должны провести проверку региональных производителей куриного яйца. И установить, что же изменилось у них. Почему ими было принято решение повысить цены оптовые на куриные яйца. Насколько это оправдано и законно. Здесь нас смущает несколько вещей. Во-первых, исходя из общего понимания ситуации на рынке, мы объективных причин пока не усматриваем. Для того, чтобы так резко поднимать цены. Это во-первых. А во-вторых, нас, как представителей антимонопольной службы, всегда беспокоит такой момент, когда повышение цен у формально независимых участников рынка происходит единомоментно. Или, по крайней мере, в течение небольшого промежутка времени. Продолжаем наш информационно-аналитический обзор недели. Интересное решение было принято на недавнем заседании областной думы. Парламентарии проголосовали за принятие закона о распуске Совета депутатов Заборьевского сельского поселения. Это Рязанский район. Районная прокуратура выяснила, что с начала года Совет не провел ни одного заседания. И в середине этого августа Рязанский райсуд признал Заборьевский совет бездействующим. То есть Совет ответил с безделья. 7 октября 2013 года вступил в законную силу решение Рязанского районного суда Рязанской области от 15 августа 2013 года, которым были удовлетворены требования прокурора Рязанского района Рязанской области о признании незаконным бездействием Совета депутатов муниципального образования Заборьевского сельского поселения Рязанского муниципального района Рязанской области. В эфире информационно-аналитическая программа телекомпания «Город». Время говорить итоги недели. Коротко о темах второй ее части. Как говорил Аркадий Райкин, дурят нашего брата. Неужто снова пирамида? В Рязани начал работать филиал весьма сомнительный на взгляд журналистов финансовой компании. Въезжали в памятник, незаконно торговали спиртным и воровали лес. Полицейские рассказывают о неприглядных делах земляков на этой неделе. Продолжаем информационный обзор недели. Как и все предыдущие, она была богата на специфические события, в которых принято разбираться правоохранителем. А началось все с профессионального праздника Дня милиции. Продолжает программу дайджест от Глеба Галушкина. Прошлые выходные рязанские полицейские отмечали свой профессиональный праздник – День работника правоохранительных органов. От руководства областного ОМВД награды получили отличившиеся сотрудники. Завершился праздник торжественным концертом. А в канун торжества ограду рядом с памятником Ленину в очередной раз протаранил автомобиль. По словам рязанских дорожных полицейских, водитель черной Мазды был пьян. Причем перед этим он зацепил припаркованный перед тротуаром автомобиль, не снижая скорости врезался в железные ограждения и снес один из флагштоков, на котором гордо развивался флаг Сочинской Олимпиады. 10 ноября примерно в 2 часа ночи на площади Ленина водитель автомобиля Мазда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, совершил столкновение по касательной со стоящим автомобилем Hyundai Solaris. Затем автомобиль Мазда протаранил ограждение возле памятника Ленина и продвинулся на несколько метров на зеленый газон. Он попутно разрушил ограду и повалил один из флагов. Водитель травм не получил, а его пассажир получил незначительные травмы и обращался в ОКБ. На этой неделе рязанские полицейские продолжили рейды по пятийным заведениям города. В поселке Турлатово они изъяли несколько бутылок водки и коктейлей, продающиеся в этом ларьке без разрешительных документов. Впрочем, торговля здесь идет довольно бойкая. За время, пока правоохранители ожидали хозяйку этого ларька, сюда пожаловало несколько завсегдатаев. Было изъято порядка десяти бутылок алкогольной продукции по 0,5 литров. Это водочная продукция разных номинований. И около 30 литров алкогольной продукции, а именно коктейли Ягуар, черный, русский и так далее. Приехавшая владельца точки устроила настоящий скандал. Чего она так испугалась, не совсем понятно. Ведь полицейские говорят, что изымают здесь контрафакт уже не в первый раз. Так что пора бы даме привыкнуть к визитам людей в форме. Также на неделе полицейские в Шацком и Кораблинском районах Рязанской области задержали черных лесорубов. В обоих случаях без необходимых разрешений мужчины спилили несколько кубометров дуба. Хотелось бы отметить и обратить внимание населения на то, что необходимо сообщать в органы внутренних дел информацию о незаконных рубках на территории Рязанской области. Операцию с кодовым названием «Лес» рязанские полицейские обещают продолжить. И продолжая тему. Недавно фонд «Общественный вердикт» опубликовал очередной индекс доверия полиции. Так вот, исследование, приведенное правозащитниками и социологами Левада Центра, как сообщает издание Ньюс.ру, выявило, что 55% россиян по-прежнему не видят положительных результатов реформы МВД и не верят, что представители ведомства могут защитить их от преступников. Уверен в этом, лишь 4% опрошенных полностью удовлетворены работой полиции также 4%. Ну, может, пресловутые 4% это и есть сами полицейские? Это в исследовании не уточняется. Между тем, нашей системе внутренних дел грозит новая реформа. Ее концепцию вскоре намерен представить глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин, недавно вошедший в Общественный совет МВД. Его об этом, кстати, лично попросил министр МВД Владимир Колокольцев, но теперь, может, и пожалел об этом. Так вот, в проекте бывшего министра финансов Кудрина говорится, что сейчас полиция перегружена бумажной работой и нацелена на выполнение показателей. Сам Кудрин предлагает создать на базе МВД Следственного комитета и госнаркоконтроля полицию трех уровней. Муниципальную, которая будет подотчетна городским властям, региональную, подотчетную губернатору и федеральную, которая будет отчитываться перед президентом. Он дополнительно предлагает создать Федеральную службу по расследованию преступлений должностных лиц и Агентство криминальной статистики. Такую схему никто, конечно, всерьез не принял. Тут экспертов можно понять. Так ведь и до шерифов районного масштаба можно докатиться, а подчиняться они будут тем же самым местным чиновникам, то есть станут гвардией многочисленных коррупционеров. Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев, например, так отозвался о Кудринском проекте. Мы знаем события в каком же городе-то сейчас, в Миассе, например, или где-нибудь еще там, где у власти вообще может стоять мафия, бандиты местного уровня. И как будут там формироваться эти вот органы внутренних дел, неизвестно. Поэтому, мне кажется, централизованное формирование вот этих органов и их подчинений должно остаться. На этой неделе мы проверили информацию по поводу деятельности в Рязани небезызвестной фирмы Древпром, которая якобы берет на себя полную оплату кредитов населения и всего-то за определенный процент от суммы самого кредита. Дайте, дескать, четверть от всех денег нам, а мы уж потом сами все отдадим банку. Такая вот сказочная жизнь для всегда хмурых обладателей кредита. Конечно, даже на первый взгляд схема сильно напоминает слегка измененный вариант финансовой пирамиды времен МММ 90-х годов. Даете меньше, получаете больше, халява покрывается якобы средствами, полученными с помощью гениальных финансовых схем, разработанных вождями фирмы и гуляй-де-пой. О таинственном Монте-Кристо современности финансовой компании Древпром и ее размашистой придумке в исследовательском сюжете Глеба Галушкина. Рязанский офис компании Древпром находится на Первомайском проспекте. Наша съемочная группа побывала здесь утром в половине одиннадцатого, однако офис оказался закрытым. Хотя накануне по телефону работники Древпрома сообщили, что работают с 10 утра и до 8 вечера. Света в кабинетах нет, равно как и сотрудников. Кстати, активная реклама Древпрома оплатить кредит за должника появилась в Рязани лишь в конце октября. Компания Древпром поможет решить вам эту проблему. Суть проста и удивительна, почему до сих пор никто не додумался до этого. Человеку достаточно заключить договор с этой компанией и она сама за счет собственных средств выплатит ваш кредит. Финансовая схема Древпрома на первый взгляд весьма проста. Должник приносит четверть стоимости своего кредита, а оставшиеся три четверти банку будет выплачивать уже сам Древпром. Якобы работникам финансовой компании удается весьма удачно вкладывать деньги своих клиентов. Впрочем, куда направляются деньги рязанских платчиков, если таковые уже есть, выяснить пока не удалось. Руководители рязанского филиала Древпрома от комментариев воздерживаются. Изначально, чтобы построить свои отношения с этой организацией, которая имеет какие-то намерения, о которых мы пока не знаем, для начала изучить этот договор, попросить его. Вот под нашим данным данный договор для изучения не передается, так же как и банки. Информация к размышлению. ООО Древпром зарегистрировано в Стерлитамаке, это в республике Башкортостан. Бурная деятельность организации привела к тому, что в августе этого года президент Башкортостана Рустем Хамитов на встрече с жителями Стерлитамака потребовал от правоохранителей проверить Древпром на предмет мошенничества. Прокуратура проанализировала и выяснила, что схема, по которой работает фирма, заведомо невыгодна и приведет к краху, а башкирская пресса Древпром иначе как деревянной финансовой пирамидой не называет. Между тем, уже и власти Кемеровской области предупредили жителей о новой пирамиде Древпром, проводят проверку деятельности фирмы прокуратура Самары. Полиция нагрянула с обыском в офис компании в Екатеринбурге. Фирма Древпром организована неким Евгением Сундуковым. В интернете можно найти копию постановления Верховного суда Республики Башкортостан, где сообщается, что Е.В. Сундуков осужден на пять лет за ложный донос, подделку документов и мошенничество. Эта организация, кстати, не зарегистрирована как микрофинансовая организация, а практически она ведет банковскую деятельность. Это уже является нарушением закона. Потом по договору открещивается она от своих обязательств. Там написано за каждый день просрочки 0,1. То есть в случае возникновения такой ситуации форс-мажорной клиент получит только 10% отнесенной суммы. То есть не 25%, а делена 2. В случае, опять же, судов. Поэтому эксперты банков считают, что это очередная финансовая пирамида. Очередная финансовая. Поэтому надо подходить с большой осторожностью, продавая свой кредит, внимательно читать договор и желательно, конечно, обязательно поставить в известность банк. По информации интернет-издания «Трибуна Башкирии», сейчас появляются десятки отчаянных отзывов вкладчиков Древпрома. Люди пишут, что начались просрочки по оплате за кредиты. Что будет дальше, нетрудно представить. Возможно, что уже сейчас Древпром стоит на пороге краха. Впрочем, нашей съемочной группе рядом с рязанским офисом Древпрома удалось обнаружить рекламу очередной подобной фирмы, которая обещает выплатить кредит за должника. Так что дело Сундукова, по всей видимости, будет жить, пока в непритязательных умах некоторых, даже многих граждан, находится место для сладкого слова «халява». Сегодня в программе очередной репортаж из цикла «О семьях хороших». Напомним, это совместный проект нашей телекомпании и областного Министерства социальной защиты населения. Он выходит при поддержке регионального правительства. В семье Курицыных сегодня праздник у самой лучшей мамы и любимой жены – день рождения. Цветы и подарки от дочек – забавная игрушка от младшего сына. Она просто так смеется. Я думаю, что маме это понравится. И, конечно же, поздравления от любимого мужа. История Светланы и Владимира началась в родном для обоих поселке Петелино. И, как оказалось, не обошлось в ней без волшебства. Я его заметила раньше. Просто у нас, когда мы, как бы, компанией мы гуляли, да, сидели в своем кругу вечером. И подъезжает такой молодой человек, так он все интересно так рассказывал, рассказывал. Вот. И, как бы, я думаю, ну, вот с таким бы мальчиком я бы хотела бы дружить. Ну, и тут упала звезда с неба. Вот и верьте, не верьте в приметы. Вскоре заветное желание Светланы осуществилось. Молодые люди поженились, и вот уже 23 года вместе. В секретах счастливой семейной жизни прост. Забота, взаимопонимание, любовь и пятеро замечательных детей. К сожалению, старшего Андрея мы дома не застали. Совсем недавно он закончил обучение и теперь работает в полиции. Родители гордятся сыном. Практически все медали и грамоты, имеющиеся в доме, Андрей получил за отличную учебу. Кстати, об этой профессии он мечтал с детства. Он как-то с детства к этому стремился. Даже вот, наверное, подсознательным на таком этом. Я вот, помню, маленький был, он был, наверное, года четыре. Он тебе почему-то пришивал пуговицу, я помню, нашел какую-то солдатскую пуговицу и пришивал себе на штанишке. Пришил. Я все смелась, Андрюш, ну что, как. Потом все вот эти вот фильмы, наверное, может быть, книги какие-то читал. Старшая дочь, Алена, больше интересуется компьютерами. Ее конек презентации и клипы. Так, например, на день рождения своей младшей сестренки Надюше она сделала оригинальный подарок – слайд-шоу-фотографии сестры Непоседы. А вот Ирина, средняя сестер, мечтает стать парикмахером. Уже сейчас она способна сделать красивую прическу своим сестрам. Но увлечение парикмахерским искусством не единственное. Я люблю рисовать, ну, как бы хожу на фольклор, катаюсь на роликах, на коньках, ну, даже каталась на скейтборде. Фольклорным творчеством увлекается не только Ирина. Две ее сестры поют и танцуют в том же коллективе «Жар-птица». О них уже не раз писали в местных газетах. Вполне возможно, что любовь к народному творчеству передалась к ним от отца. Был маленький, я вообще выступал, ездил, художественная самодеятельность, рязанские смотры, художественная самодеятельность с агитбригадами. В общем, пел, голос у меня был хороший раньше. Вот, играл на гитаре, там, и в ансамбле пел. В общем, вот так вот. Ну, и детишки вот тоже это увлекаются вот и музыкой. Сейчас же Владимира больше интересуют рыбалка и охота. Кстати, его увлечение разделяют почти все члены семьи. И жена, и дети. Вот только маленький Паша немного боится воды. Зато помогает папе на пасеке. Семья – это все. Это детишки, это счастье. Это Господь Бог дал красоту такую вот. И что ж, теперь что, это радостно, гордо очень. Гордиться своей семьей Светланам. И сегодня, в ее день рождения, самое главное для нее не подарки, а внимание и забота мужа и детей. Я хочу пожелать маме вообще счастья, здоровья, чтобы она оставалась такой же позитивной, всегда поддерживала нас. И ни в чем никогда не отчаивалась. Ради этих слов, ради этих улыбок, ради родных объятий и невероятной теплоты, царящей в доме. Именно ради этого стоит жить. В такой большой семье каждый ребенок может рассчитывать на поддержку и понимание братьев и сестер. А родители могут быть уверены – в одиночестве они точно никогда не останутся. В этот четверг студенты и преподаватели Рязанского медуниверситета организованный гурьбой высыпали на улицу из стен Альма-Матер. Один из корпусов вуза полностью опустел, и только сигнал пожарной тревоги возвещал о грозной опасности. Жители окружающих университетских городок многоэтажек слегка напряглись, однако зря. Как выяснилось, рязанские пожарные провели очередную тренировку навыков по спасению граждан. Здание РМУ как раз стало полигоном для бронгмейстеров. Даем материал коротко и без комментариев. Он станет последним в сегодняшней программе. Хорошего всем отдыха. Берегите себя в выходные, и тогда новая неделя начнется легко и энергично. Проверено веками и поколениями. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова